Всем привет! В этом видео я хотел бы сделать для вас обзор спустя 10 лет использования вот таких вот колонок. Это Microlab. Сейчас коротко расскажу предысторию, почему я их купил. Это было где-то 11 лет назад. Купил я, может быть, даже больше. Купил я сначала себе колонки Sven. В магазине послушал, вроде как нормально. Принес домой ужасный звук, просто отвратительный. С тех пор колонки Sven я вообще не рассматривал никогда к покупке, для тестов, для обзоров и так далее. Я приношу их в магазин, говорю, так и так, мне не нравится звучание, есть что-то получше, поинтереснее. Вот, пожалуйста, есть Microlab Solo 2 MK3. Я их послушал в магазине, мне они понравились, но почему я сначала на них не посмотрел, ну просто потому, что они были дороже, чем Sven, примерно, наверное, раза в полтора, может быть, в два. Я уже точно не помню, я даже не помню, за сколько я их покупал, но это было больше 10 лет назад точно. У меня есть даже архивная фотография на сайте, там я выкладывал фотографию своей комнаты, где я работал. Там у меня 4 колонки S90 и также эти колонки есть, фотография 2012 года. Я сюда ее приложу. Так вот, спустя это время, какие были нюансы эксплуатации этих колонок, что мне в них понравилось, что, может быть, не понравилось. Сейчас, на данный момент, в магазине вы их, скорее всего, не найдете. Они, возможно, продаются на рынке БУ. Если вдруг вам интересно посмотреть в сторону этих колонок, я думаю, что вы не прогадаете, если купите такие колонки в хорошем состоянии. Буду говорить немножко о технических характеристиках, буду показывать их вблизи, но потом, в конце, мы послушаем, как они сейчас звучат, спустя больше 10 лет. И на самом деле, я больше всего переживал за то, что повысыхают конденсаторы, что-то произойдет с микросхемой усилителя. Корпус колонок, он сделан из МДФ, причем все панели сделаны из МДФ. Это, в принципе, слышно даже на простукивание. Совершенно глухой звук. Никакой бочки, никаких эхо. Колонки действительно собраны очень добротно. Очень хорошо скреплены, очень хорошо склеены. Никаких паразитных звучаний от корпуса я не заметил за все время эксплуатации, причем эксплуатировал их и на большой громкости также. Что касается вообще в целом состояния корпуса спустя все это время, я сейчас покажу их поближе, вы увидите. И нигде ничего не потрепалось настолько, чтобы можно было сказать, что материалы просто ужасные. Но я скажу, что я, например, лично эксплуатировал их крайне бережно, крайне аккуратно. Иногда, конечно, ноги мог на них поставить, например, если они на полу у меня стояли. Но в основном они у меня были на столе, поэтому они были в бережной эксплуатации. Регулярно протирал пыль и так далее. Поэтому у меня они в идеальном состоянии. Но я больше чем уверен, что есть люди, которые не берегут так технику, как я. И, конечно же, там совершенно разное состояние спустя такой промежуток времени может быть. Они ни разу не разбирались, я ни разу их не ремонтировал. Никакого внедрения в эту акустику я не совершал. Это также хороший показатель, который говорит о том, что собраны колонки просто великолепны. Купол выполнен из ткани, поэтому нужно быть очень бережным, чтобы его не повредить. Я замечал, что у многих со временем они все воткнутые такие, все какие-то порванные, пошарпанные. У меня, как вы можете заметить, все идеально, все новое, можно сказать. Низкочастотный динамик, ну и среднечастотный, имеет резиновую, ну, возможно, это резина, может быть, какой-то другой, там, каучук, материал. И, собственно, за время эксплуатации нигде ничего не потрепалось, нигде ничего не порвалось. И самое интересное, что эти динамики низкочастотные, на самом деле, для них стоит не такая уж простая задача. Выдать 30 ватт мощности, ну, в целом, да, вместе с высокочастотными, выдать целых 30 ватт мощности. При том, что не забывайте, что это очень компактная акустика. Именно благодаря этому, благодаря тому, что стоит такая задача, им пришлось сделать довольно плотный такой корпус, довольно серьезно собранный. И именно из-за этого они вынуждены были установить сюда фазоинвертор. На самом деле, я пробовал использовать эти колонки, как я уже говорил, и в напольном исполнении, и на столе рабочем. И для меня лично я не заметил никаких нюансов. То есть, они хорошо работают, даже если их эксплуатировать довольно близко к стене, несмотря на присутствие фазоинвертора. Понятно, что прям вот так впритык к стене их устанавливать нельзя, но уже, начиная примерно вот с такого расстояния, уже, ну, так, чтобы вам было наглядно, примерно вот с такого расстояния, уже звук становится хороший и качественный. Поэтому, ну, низкочастотная составляющая не пропадает. Мне нравится, что здесь используется классическое крепление кабеля, акустический кабель здесь, кстати, тоже очень высокого качества. То есть, это у нас обычные клеммы прижимные. Возможно, кому-то они не нравятся, но это самый, наверное, простой способ быстро подключить, самый простой способ быстро отключить. Он не деформирует фактически кабель. Вот, поэтому за время эксплуатации я ни разу не менял, естественно, и сами клеммы, и сам кабель остался родной. Здесь у нас устанавливаются вот такие сетки, они идут в комплекте. Сетки очень красивые, стильные. Я сейчас покажу, как это будет выглядеть вместе с сетками. И мне понравилось, что за время эксплуатации ничего не поломалось. То есть, крепления для сеток пластиковые, они не поломались. В основном, конечно, я использовал вместе с сетками для того, чтобы меньше всего сюда попадала какая-то пыль, грязь. И, конечно же, для того, чтобы защитить высокочастотные динамики. Устанавливается все просто, с таким небольшим защелкиванием. Сетки не вибрируют, никаких паразитных искажений не дают. Единственное, что они чуть-чуть подбирают высокочастотную составляющую. В целом, больше никакой разницы я не заметил. Но если вы прям совсем будете ущемлены в этом, можно подкрутить ручку эквалайзера. Здесь двухполосный эквалайзер. Довольно простой. Выполнен он с помощью двух крутилочек. НЧ и ВЧ. Также есть регулировка громкости. На максимальной громкости колонки практически не издают никакого шума и фона и так далее. Вот сейчас я включу на максимум. Только слышно, как за окном машины ездят. То есть, никакого паразитного шума здесь нет. Естественно, здесь у нас есть возможность подключения двух источников звука. Здесь есть выключатель питания. Кнопка, она также за время эксплуатации не повредилась. Есть индикатор, который показывает, что колонка включена. Зеленый светодиод. Радиатор. На самом деле, это такой нюанс, который меня немножко отпугивал. То есть, усилитель довольно мощный. 2 по 30 выдает. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы радиатор был побольше. И, конечно же, когда это лето, когда жарко, то данный радиатор довольно сильно нагревается, если слушать на максимальной, ну, на большой громкости. Близкой к максимальной. Я переживал, что это будет как-то влиять на работу усилителя. И со временем он, возможно, сгорит там или еще что-то. Но в усилителе есть все защиты от КЗ, от перегрузки, от температуры повышенной и так далее. Поэтому можно не переживать в этот момент. Но в целом, было бы не очень приятно слушать музыку и постоянно, чтобы усилитель улетал в защиту. Радиатор спроектирован качественно, ну, правильно. И поэтому никаких защит не происходит. Если кому-то интересно, в интернете есть фотографии, где разбираются данные колонки. То есть, можно посмотреть, что внутри. Можно посмотреть, какая микросхема усилителя, как он выполнен. Но от себя скажу, что я не разбирал. Я просто смотрел фотографии и я увидел, что все на очень достойном уровне. Сами колонки довольно тяжелые. Если говорить о транспортировке, то их не так-то просто транспортировать. Потому что колонки весят, сейчас я посмотрю, по-моему, 13 килограмм. Да, вес получается у них 13,7. Практически 14 килограмм. Поэтому, если вы часто куда-то перевозите, переносите колонки и вы хотите качественный звук. Да, эти колонки вам понравятся, но вам придется немножко не сладко, если вы часто куда-то передвигаете свою акустику. Также иногда на сайтах пишут, что частотный диапазон у них несколько иной. Я брал информацию с официального сайта и на официальном сайте написано, что частотный диапазон от 64 Гц до 20 тысяч Гц. А иногда на сайтах встречается информация, что в данных колонках частотный диапазон от 50 до 22 тысяч Гц. На самом деле, где правда, не знаю, наверное, на официальном сайте не будут врать. Но от себя скажу, что мои потребности эти колонки удовлетворяют более чем. Я устанавливал их в основном в помещениях 15 квадратов, не больше. По тому, как они заполняют это пространство, я могу отметить, что данные колонки без проблем потянуты 20 и, наверное, даже 25 квадратов. 25 уже с натяжкой. Поэтому, если у вас помещение такое, таких габаритов, то, скорее всего, вам эти колонки по мощности будут более чем достаточно. Если у вас помещение 10-15 квадратов, вот так вам их хватит. Вот уж поверьте, даже если вы очень громко любите слушать музыку. Понятно, что есть совсем отбитые люди, которые слушают музыку до крови в ушах. Но если говорить о комфортном, даже громком, но комфортном прослушивании, то этих колонок хватит даже с запасом. Ну и самое время, наверное, включить какие-то композиции и послушать, как же они на самом деле звучат. Но сразу скажу, что вы не оцените максимальное качество, просто потому что YouTube жмет, камера жмет, петличка жмет. Везде есть свои нюансы и наверняка где-то в интернете вы, возможно, найдете какие-то более высококачественные тесты. Но опять же, YouTube все будет поджимать до 256 килобит в секунду. Поэтому какое бы качество я здесь не запустил, вы не сможете оценить его по достоинству на максимум. Кстати, хотел бы отметить, что у колонок очень хорошие ножки. Они позволяют им совершенно не скользить. И даже на максимальной громкости они не вибрируют, никуда не прыгают. То есть они статичны, ну вот более чем. Их дополнительно как-то крепить не нужно. Это большущий плюс, потому что колонки более легкие и с менее качественными ножками, как правило, будут у вас прыгать по всему помещению, в котором они находятся, по всему столу. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok